Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня будет очень интересное видео, мы с вами отправимся на шопинг-влог. Я примерю несколько образов и я надеюсь, что вам что-то мне будет понравиться и вы составите уже свои аутфиты. И кстати, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Резерв польская марка одежды для женщин, мужчин и детей, сочетающие в себе отличное европейское качество. Я знаю, что много в Украине предоставлено таких магазинов, поэтому давайте пройдемся и посмотрим. Кстати, скидки сейчас минус 70%. Для меня черная из кожзама куртка, немножечко великовата, но я специально взяла на один размер больше, чтобы она смотрелась объемней. Стандартная бежевая футболка с V-образным вырезом, плюс еще манжет, интересные брючки. Я никогда не меряла вот такие вот объемные брюки. Кстати, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, там много интересных фотографий. У меня есть похожие брюки на эти, но они не настолько большие. Смотрите, сколько здесь ткани. В них не жарко и здесь есть под низом небольшие коротенькие шортики, что также очень удобно. Цена куртки 50 долларов, цена футболки приблизительно до 10 долларов. Она очень дешево стоит и там были еще разные расцветки. И брючки сейчас по скидке приблизительно 15-20 долларов. Вот смотрите, вот так вот выглядят они внутри. Такие вот небольшие коротенькие шортики, что очень удобно. Они, кстати, тоже тянутся. Под такой аутфит вы можете подобрать любую сумку, которая вам будет удобна. Как шоппер, так и бананка, так и, например, багет, который сейчас очень актуален. Но я решила взять вот такую вот интересную сумку. Как вы видите, здесь декоративные складочки. Она идет на магните и небольшая цепочка. Цена ее приблизительно 13 долларов. Ну а теперь я вам расскажу немного о обуви. Лучше брать что-нибудь на низком ходу. Я взяла вот такие вот балеточки. Я в них не могу передвигаться, потому что они плотно связаны. Из заменителя замши, то есть ненатуральная замша. И, как вы видите, черные. Их придется постоянно чистить, но под эти брюки и под этот лук смотрится прекрасно. И цена балеток приблизительно до 10 долларов. Они также на скидке. Хочу вам показать лук, который меня очень сильно разочаровал. Я вот взяла этот комбинезон. Я думала, что он будет смотреться очень элегантно. Но он как-то мешковато, во-первых, смотрится. Во-вторых, вот я думаю, вам видно вот эту вот часть. Здесь что-то не продумали. Потому что он сам по себе очень объемный. И он на меня велик. Но здесь вот размер мой. А он какой-то, я не знаю, или неправильно пошит. Но что-то в нем не так. Сам цвет мне очень сильно понравился. И я хотела вам показать этот комбинезон. С этой же сумкой и балетками черными. Жакет, который я сюда подобрала. Но он оказался также велик на меня. Но симпатичный. Он на скидках. Если вдруг вы увидите, померяйте обязательно. Он больше подойдет под такой отфит, как джинсы, кроссовки. Или какие-то ботиночки. И блузка или футболка. Но не под этот комбинезон. Магазин Хаус это современный бренд для всех, кто любит городскую моду, музыку и дух свободы. Под этот образ я подобрала две сумки. Одна вот такая вот небольшая в виде клатча, светло-розовая. И вторая сумка, которая до сих пор не выходит из моды, это бананка. Цена этих сумок одинаковая. И та, и та приблизительно 11 долларов. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая сумка, по вашему мнению, больше всего подходит под этот аутфит. Ну а теперь давайте по порядку. На мне укороченный топ трикотажный, кофейного оттенка, тельняшка, белые джинсы, мам джинс и белые кеды. Для вас надела тельняшку, как наглядный пример, чтобы вы понимали, как она будет смотреться. И напоминаю вам о том, что я снимаю шоппинг-влог на раннюю осень. То есть вы можете эту тельняшку как надеть на себя, так и носить поверх какого-то топа или футболки. Тельняшки, кстати, были разного цвета. Я выбрала синюю, была красная и также была нейтрального цвета, бежевая. Цена этой тельняшки приблизительно 13 долларов. Рукава здесь немножечко длинноватая, но оно придает своей изюминке. Небольшой манжетик и сама тельняшка тоненькая и очень хорошо ткань дышит. В ней не жарко. И на мне белые, обычные, свободные мам джинсы. Сверху у нас пояс на резинке, две пуговички, обычная молния, карманы. Также присутствуют задние карманы и, как вы видите, они не в обтяжку. Они идут просто ровные и немножечко укороченные. Очень удобные и классные. Кстати, они сейчас по скидке стоят 10 долларов. Ну, а цена топа около 8 долларов. Он хорошо тянется, трикотажный и кофейного цвета. Топы также были представлены еще в черном и в белом цветах. Ну, и напоследок покажу вам эти прекрасные кеды. Как вы видите, подошва здесь прорезиненная и они чисто белые. Небольшая есть декоративная надпись. Они также сейчас на скидках стоят около 10 долларов. Очень удобные. Не жмут, не давят, вообще прекрасно сидят. следующий очевидный лук, так сказать, на осень, потому что многие носят спортивные костюмы. Я решила выбрать вот в такой вот расцветке небесно-голубой, белый и немножечко есть такие розовые пятна. Очень теплый костюм как раз на раннюю осень. Кеды я оставила те же. В принципе, сюда можно любые кроссовки. В сумку я оставила эту бананку. Сам костюм по себе очень комфортный. Рукава на манжетах, также присутствует капюшон. Если вдруг вам будет холодно, вы можете его накинуть и прогуляться так. Впереди на кенгурушке есть вот такие вот карманы большие, как вы видите. Ручки замерзли, положили и пошли комфортно себе на прогулку. В наших штанишках есть карманы, пояс на резинке, манжеты внизу, брюк. Сейчас такая расцветка также очень модна. Техники тай-дай. Я надеюсь, вы следите за трендами и знаете, что сейчас модно, что сейчас в тренде, а что нет. Обязательно пишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я сняла для вас видео о трендах одежды на осень. Я думаю, что будет многим эта тема актуальна. Цена верха у нас приблизительно 30 долларов и цена брюк также 30 долларов. Как по мне, достаточно приемлемая цена. Кроп это польская сеть магазинов и хотя мало людей знают об этом. Он был основан в 2004 году в Гданске. Давайте пройдемся и посмотрим, что же там есть. И в основном магазин придерживается уличного стиля в коллекциях. Смотрите, в этом магазине есть такие же топы, только там немножечко крупнее была вязка, здесь более мелкая. И цена здесь такая же. И снова эта техника тай-дай. Здесь немного больше свитшот, длинный и объемный. Цена на него сейчас чуть больше 10 долларов. Очень понравилась пальтишка. Можно надевать не только на раннюю осень, но и на позднюю. Оно тепленькое, но без подкладки. Очень хорошо, что здесь все края обработаны. Цена его приблизительно 40-50 долларов. В магазине представлено очень много интересных вещей, но сам лук цельный я не смогла вам составить, поэтому если вы захотите что-то приобрести, обязательно заглядывайте в этот магазин и вы 100% найдете что-то интересненькое. Ну а мы с вами отправляемся в следующий магазин. Бершка один из самых популярных магазинов среди молодежи. давайте пройдемся и посмотрим, что же там есть интересного. Как вы видите, в этом магазине есть не только молодежная одежда, но и даже более классическая. Первое, с чего мы начнем, это сумка багет. Эти сумки подходят под любой лук. Под спортивный и под классический. То есть, чтобы вы не одели, эта сумка выручит вас всегда. На мне нежно-голубой жакет атласный. В этом жакете двубортная застежка и я взяла на размер больше, чтобы он был немножечко свободный. Цена сумки приблизительно 18-20 долларов, а цена жакета приблизительно 10 долларов. Он сейчас на скидках. Под жакет я надела укороченный топ с принтом зебра и плюс еще здесь укороченные рукавчики. Цена такого топа стоит приблизительно 18-20 долларов. Ткань трикотаж и вискоза. Очень хорошо тянется и в принципе я взяла свой размер. Он очень хорошо сев, даже немножечко великоват. Топ с принтом зебра подойдет под любой однотонный низ. Брюки, джинсы, юбки, шорты, все что угодно. Сзади на спинке есть небольшой вырез в виде круга и вы можете себе регулировать как больше, таки меньше размер. Черные брюки, трикотажные, также хорошо тянутся без карманов, но здесь на резинке. Хороший пояс, который держится на талии. Цена брюк приблизительно 30 долларов. И еще они книзу расклешенные и небольшие разрезы по бокам. И напоследок хочу вам показать обувь. Вы в принципе можете под этот лук даже надеть кроссовки. Будет тоже симпатично и гармонично смотреться. я решила выбрать каблук. Вот такие босоножки. Белые и интересный каблучок. Квадратный мыс, что сейчас также актуально. И такие босоножки стоят приблизительно 40-50 долларов. Ребята, спасибо всем за просмотр. Я надеюсь вам понравился этот шопинг влог. Обязательно ставьте пальчик вверх. И также не забудьте подписаться на мой канал, кто еще этого не сделала. Ну а мы с вами уже встретимся в следующем ролике. С вами была ваша Аня.